внимание данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде все что вы видите выполнено профессионалами рад приветствовать вас на своем канале и сегодня я хотел бы вам рассказать о еще одном челябинском роме мама яма в этот раз выдержанный то есть до этого мы пили не выдержанный оказался он средненьким теперь мы попробуем выдержанный все просто компания производитель та же цепей ориант челябинске ничего не изменилось единственное может быть на вкус что-то изменилось хотя не знаю вот было бы здорово конечно попробовать для сравнения и выдержанный и не выдержанный отличаются они чем-то или нет или просто переклеивают этикетки не знаю я думаю надо налить его сразу есть своеобразная пробка конечно используется ничего в этот раз в этот раз открывается нормально фигня осталось не знаю отличается нет сейчас посмотрим дистиллят и вроде тут используются импортные но к сожалению на этикетке об этом не написано написано что просто состав исправленная вода ромовый дистиллят краситель сахарный колер простой все срок выдержки рома дистиллята не менее пяти лет вот так вот ну будем считать он все же выдержанный да и здесь не просто идет переклейка этикеток кстати уже какие-то награды там при наверно да а нет you can просто какая-то какая-то фигня я думал уже какие-то награды получил ром не помню к сожалению было ли на предыдущей бутылке все это но посмотрим что ж налил подождем и так хочу сразу заметить ром 38 градусов моя бутылка произведена 29 01 22 года не знаю что будет с вашими по-прежнему российское производство по-прежнему может выдать сюрпризы ну я думаю можно посмотреть что там получилось ромовые дистиллята по-прежнему присутствует не помню я в принципе в невыдержанным было это все не было но сейчас они точно есть ну пахнет слабо есть честно даже на глубоком вдохе в общем то ничего особенного нет как можно заметить ром достаточно темный янтарный в принципе как и написано мама яма black rom не знаю если у них белый но пробуем пока темный след на стакане оставляет спадает достаточно медленно ну давайте попробуем уже что что думать то я в принципе помню что невыдержанный ром имел какой-то яркий привкус барбарисок сейчас возможно конечно была какая-то химия но тем не менее сейчас мы попробуем этот и уже узнаем что насчет выдержанного ребят вы знаете здесь мне кажется то же самое барбариски и риски ваниль есть какая-то такая деревянная тоже терпкость то есть настаивался в принципе как этот я так понимаю таких же бочках абсолютно деревянных вкус барбарисок никуда не делся ром мне кажется абсолютно такой же выдержанный не выдержанные все это по моему одно и то же не знаю в прямом сравнении возможно будет что-то иначе но пока вот по по памяти это одно и то же что же давайте попробуем сколы как и в прошлый раз ничего такого не было сверх естественно кстати пьется не противно идет достаточно мягко несмотря на 38 градусов спирта особо прям вот именно спиртуозности какой-то я не чувствую неожиданно но и прям чего-то такого достаточно приятного как тот же допустим old monk до индийский тоже ничего такого нет но не противный на самом деле не противный то есть дистиллят и используется ну прям по вкусу похожи на тростниковые на самом деле не знаю что там но очень удалось в общем-то сделать все это дело да и здесь тоже вот прям на первый план выползает барбариска не знаю откуда они взяли этот запах в принципе вкус но прикольно мне нравится я даже не знаю возможно вполне он нам может заменить окхерт то есть я бы даже дал ему шестерку из 10 несмотря на то что неизвестные дистилляты не пойми там как произведено выдержанные невыдержанные все на один вкус в принципе шестерка смело то есть по вкусу ничего такого плохого я не чувствую противного ничего нет пьется достаточно легко я думаю это 6 из 10 у ромов или мы по моему гораздо и хуже вещи и на замену окхерт в принципе это вполне достойный вариант потому что по цене это будет то же самое но объемную 7 лучше чем объемной 5 вот наверное это все вступайте в группу вконтакте подписывайтесь на канал ставьте лайк будет интересно